ча 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 вы находитесь на канале приза games но и это краткий обзор игры и карус по прошествии 240 часов наигранных в этой игре значит что такое вообще и карус я думаю вы сможете прочитать в теме что это за игра но если кратко сессионный уже watch значит у нас встречает в игре вот такой вот менюшка где само название игры и соответствие перечисления играть оффлайн настройки создателей и выход настройки создателей выход думаю всем понятно оффлайн и играть здесь получается есть небольшое различие играть это онлайн а оффлайн это только то что вы играете без интернета думаю так будет понятнее на единственное что когда вы играете в онлайне то есть здесь можно было пойти просто онлайн оффлайн забыла бы немножко более понять но опять же of онлайн ты не напишешь потому что это не онлайн игры и игра со всеми игроками то есть просто игра то есть мы пойдем онлайн конечно же здесь выиграть можете объединяться с другими игроками через интернет в оффлайн только по локальной связи насколько я понял ну конечно же гораздо интереснее как мне кажется играть с друзьями допустим с какими-то ребятами с которым вы можете познакомиться в интернете найти на тематических форумах дискорд каналах и так далее то есть найти party думаю не проблема в двадцать первом веке поэтому онлайн и в любом случае всегда веселее ну как по мне опять же если вы замкнуты то оффлайн ваши все новые помощи тогда конечно же не ждите потому что в онлайне ты всегда можешь попросить друзей или от кого-то помощи и спокойненько то есть выживать зная что любой момент тебе могут помочь после кратко здесь получается у нас страница выбора персонажа здесь вы можете создать персонажа допустим конечно же кастомизация тут не сильно большая скажем честно но все же есть здесь небольшие вариации есть я создавать сейчас нового не буду с нуля я запущу какого-нибудь из моего максимальный уровень отображается 50 но максимальный уровень не ограничен то есть просто после 50 уровня вы не получаете очки навыка но получаете очки технологии что такое очки технологии мы сейчас рассмотрим значит выбираем персонажи к давай давай вот у нас появляется вот такое меню где мы видим нашу денежку то есть валюта стандартная идет валюта рэн и экзотика экзоматерия которая добывается в изысканиях в миссиях то есть вот они есть новые изыскания когда вы берете учать контракт и старайтесь его выполнить за контракт за выполнение целей вам начисляют соответственно денежки контрактов вы можете взять количество огромное но конечно же за раз только один то есть вы выбираете контракт у меня конечно же на этой ветке не пройдены не все потому что я большую часть изыскания именно контрактов выполнял в оффлайне так как опять же оффлайн хорош тем что ты можешь играть на нем без интернета вот про эту особенность конечно же забыл упомянуть то есть когда вы играете просто через играть нажимаете то мне вам обязательно нужно подключение к интернету если у вас с интернетом проблемы на то лучше конечно в оффлайн вот все данные что на на онлайне они хранятся у них на серверах of оффлайне этого слагаем на компьютере вот такие вот различия на опять же контракт как я говорю очень много периодически разработчики добавляют еще новые контракты то есть у меня пройдены но скорее всего я прошел больше половины это точно потому что я проходил все по порядку то есть изучал когда игру то есть начальные видеоролики можно посмотреть если интересно то есть там многие контракты пройдены вот это собственно контракт контракты получается сейчас добавили раньше если вы будете смотреть старые версии там ничего не сказано но сейчас у нас есть сложность миссии от которой зависит ваша награда и соответственно всякие модификации на карте то есть там урон от животных опыт здоровья скорость передвижения и так далее то есть разные разно-разно то есть можно на изи просто пройти на самом легком уровне чтобы было полегче можно конечно же на самом сложном поиграть тоже в принципе будет поинтереснее то есть и награда побольше 50 можно вообще врубить хардкор но этого прям вообще для отбитых так сказать но если вы только начинаете играть в ру конечно если вы уже умеете играть играли то есть для вас будет вообще просто бешеный класс хардкор режим ваши все единственная проблема вы сможете у вас быть только одна жизнь если вас убили вы нихрена не сможете возродить вам вас придется поднимать то есть вам понадобится помощь реального игрока который зайдет присоединится к вам поднимет вас и вы вместе сможете либо удать либо продолжить играть снова конечно может просто улететь даже но в плане что умирать здесь нельзя на медиум изи то есть там возрождать сколько хотите без хардкора на просто на хард режиме у вас тут есть а три появления три жизни три шанса которые по истечению которых конечно же вы опять простроить персонал умрете вам нужно будет нового игрока звать живого если вы выберете страховочку здесь то у вас даже если вы умерли получается по истечению таймера который дается ваш персонаж чате вернется на станцию но единственно я не совсем понимаю как это работает сейчас так как таймер стал внутриигровой скорее всего вам придется один день реально сидеть в игре чтобы ждать когда он закончится и ваш персонаж вернулся на орбиту вот то есть контракт это такая вещь что тебя закидывают на капсуле на орбиту ты выполняешь цели они тебя забирают и на каждый твой контракт дается определенное время то есть где-то те могут дать месяц реального времени а где-то всего лишь 6 часов реального опять же времени и все это время считается только то время которое ты проводишь именно в игре вот такие вот дела поэтому со временем тут не шутить лучше если вы действительно не успеете за время то вы останетесь там все персонаж ваш про фукаса но честно скажу с учетом последних изменений когда таймер этот стал внутриигровой то и считаться начало только время которое вы проводите в игре я думаю это будет довольно таки проблематично не успеть вернуться вот но за таймером все таки нужно послеживать потом есть присоединиться на участке то есть это здесь а если у вас есть какие-то друзья которые играют данный момент на каком-то участке вы можете к ней присоединиться получается на присоединиться могут одновременно 8 человек не более насколько мне известно даже если они в оффлайне но это под вопросом потому что я в больших party вообще не участвовал но и постоянные базы это у нас обычные аванпосты мы туда сейчас и пойдем и посмотрим вообще чё почем и к потом он на главной вкладке опять же помимо валюты есть снаряжение снаряжение это то что вы покупаете на орбите то есть у меня конечно персонаж я уж здесь 40 часов наиграл то есть я на покупал всякой херни то есть но сама шо берут основное то есть вот так вот выглядит ветка снаряжений прежде чем что-то купить вам это нужно открыть то есть вы сначала допустим у меня открыт копье этом х я самое простое то есть чтобы мне купить синтин копье мне его сначала нужно исследовать стоимость исследования 300 а потом купить то есть создать за 100 вот допустим если я хочу вот это то мне сначала нужно открыть предыдущие то есть его так все открывается поочередно сейчас у меня конечно все открыто то что мне нужно было опять же но из всего вот этого сразу скажу если вы только начинаете играть берите баллон и флягу и на начале этого более чем достаточно потому что баллон и фляга это просто маска фляга вы один раз попили вы забыли воду вообще я не знаю даже каких условиях потом вспомнить про эту воду потому что воды хватает просто на все изыскание практически на ну и баллон соответственно тоже баллон нужен для дыхания кислородным то есть планета не при пригодна для дыхания кислорода соответственно вам нужно отбивать баллон на кислородные вместо того чтобы каждый раз долбить немножечко оксида и закидывать в свой костюм чтобы костюм переработал этот такси в общем сложная система баллон массов сразу скажу опять же начальные инструменты допустим это уже все на ваш вкус то есть кому что нравится многие покупают себе но уже когда нормально так прошли вот этот вот карбоновый костюм так как он в принципе усредненный то есть в нем не сильно холодно в арктике и не сильно жарко в пустыне то здесь так как в игре климатические условия температурный режим очень сильно решает и если вы там станет слишком жарко то у вас очень сильно по режутся статы что не очень хорошо то есть вам будет хреновастенько выносливо здоровье помимо уменьшено то есть это там вроде уменьшается ненамного но суммарно блин выходит очень до хера опять же то есть все большинство покупается за рэн но есть такие предметы которые покупаются чисто за экзотику либо же совмещено рэн плюс экзотика на начальных уровнях экзотику вы конечно же не найдете но в дальнейшем когда начнете развиваться то есть можно под заработать вот такие дела но мы пойдем на постоянную базу сходим создадим по новую просто как-то назовем ее возьмем с собой что есть да получается здесь нет хищных животных нет ничего что может у вас убить то есть штормов и так далее но мы и не будем рассматривать особо все прелести на данной игры на живом выживании потому что если вам нужно посмотреть вы можете обратиться к моим старым видео то есть я там проходил кучу издесканий то есть где меня неоднократно убивали и штормы и бури и хищные животные то есть от всего влетали если не убивали то нормально коцали вот то есть эти все условия можно обязательно посмотреть если кажется хочешь а мы просто пробежимся немножечко по карте то есть на вот таком вот человеке вас кидывает на миссию изначально у вас есть только то что у вас есть я себе сразу установлю модули конечно же сумочка у меня вот костюмчик такой посмотрим на персонажи кого такого персонажи бегаем трудимся копаем собираем как говорится на то есть как опять же сказал баллон и фляга это обмазка на все выживания то есть здесь у нас есть ячейки под сторонную под воду под на модули если у вас опять же костюм с ячейками для модуля то есть костюм тоже там нужно покупать разные карбоновый костюм то есть здесь чисто броня он оставится здесь у нас чисто для рюкзака здесь у вас всякие статистики есть нужно подробнее пожалуйста можете открыть тут хреново туча всего то есть пожалуйста смотрите читайте и пораметь то есть всего всего километр но это что касается снаряжения до вкладка ремесло то есть это там где вы крафте изначально там у вас только будет каменная кирка каменный топор вроде и поленится с грудой камней дальнейшем как вы будете открывать ветви технологии у вас появляется вот это все то есть это все что мы можем сделать руками если мы перейдем ведь технологии соответственно здесь у нас четыре ранга то есть 1 ран то что мы делаем руками 2 ран то что мы делаем на обычном верстаке то что можем создать третий ранг для него уже понадобится технологичный верстак тоже на нем можем создать кучу 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 всего 4 ранг фабрикатор то есть это уже фабричный такой верстачок на котором на который нужно куча ресурсов чтобы создать его на нем уже делается продвинутая техника то есть чем дальше влез тем страшнее кажется но ничего подобного то есть первый ранг на начальных уровнях пока вы зарабатываете опыт первый то есть опыт вам дается вообще кстати за все подряд то есть допустим долбите камень вон сверху пошло смотрите добыча камня добыча кремния ну пока не покажи мне добыча камня допустим рубка деревья дает опыт вам видите прошло но это у меня шанс работал то есть на сбор дерева талант к нему перейдем чуть позже собирательство если вы вдруг что-то крафтить и допустим там крыш создали закрафт вы тоже получаете получается очки опыта за все практически за все действия вы где что вы совершаете вы получаете очки опыта опять же как вам бегать от третьего лица или от первого решать только вам от третьего конечно обзор немножечко больше кажется но ничего подобного в игре присутствует физика различная то что у меня здесь иногда происходит может не совпадать с вашим геймплеем за счет того что у меня могут быть в качестве какие-то навыки которых у вас еще не то который вы еще не вкачали то есть талантики именно на планете присутствует довольно таки много разной растительности то есть это вот трава и ягоды соя пшеница лилии дрожжи то есть куча всего на возможно есть что было надо тыквы кабачки арбузы кукуруза но я по любому что-то еще забуду чай кофе тоже растут здесь где-то местами можно найти но это текстурки у нас неправильно папоротник отрисовываются вот можно найти пещеры также различные то есть нужно лазить искать изучать то есть реки вода куча всего соответственно из чего вы можете делать разные вещи у меня еще печь собой зачем-то но это видимо просмолялась в общем в игре куча всего после ветви технологии значит у нас идет талант и как раз таки 2 и 2 странички талантов у нас есть таланты общей и таланты для игры в одиночку то есть игра в одиночку может у вас не хило так усилий если вы вкачаете опять же все очки то есть у меня тут скачены некоторые ветки туре мы в качали чтобы нормально так но баф на цитус там допустим плюс 50 выносливость плюс 20 процентов восстановления выносливость плюс 100 здоровью если вы играете один если вы играете в пати то это ветка конечно же не действует сейчас у меня написано что она активна то есть вот тут и прописано даже таланты активируются только когда вы играете в одиночку то они не работают когда вы играете в составе отряда ну и соответственно общей таланты то есть тут у нас есть четыре на три вкладки это выживание которая четыре вкладки ресурсы исследования охоты и готовка фермерства во что будете вкладываться решать только вам строительство весь это ремонт инструменты строительства опять же то есть вы выбираете для своего персонажа каждого наверное именно вариацию кема он будет если вы хотите быть строительным то есть мы конечно же вкладывать в строительство все свои навыки то есть и вы становитесь офигенным строителем то есть вы прокачивать свои перки то есть все возможности шансы хита если вы хотите быть каким-то там бойцом пожалуйста можете качать на луках на копьях на клинка даже на огнестрел ну конечно же выживание вот этот вот первая вкладка она тоже довольно таки важна то есть по типу например там здоровье лишнее не помешает переносимый вес тоже не помешает то есть но опять же смотреть изучать этого также на ю тубе есть немало видео с корректным правильным типа распределением очков талантов для разных вещей поэтому ищите изучайте смотрите мы на этом останавливать с соответственно карта то есть карта у меня в данный момент у нас вот такая вот области на карте соответственно отвечу поделена на сектора допустим а b c d и соответственно 1 b 1 c 1 d 1 сверху вниз получается 1 а 2 3 и так далее то есть и вот так вот все сектора на каждой картах у нас размещены карта по идее единое но вас во всех контрактах будет выкидывать на разную точку высадки просто где-то может быть схожи будут вот но вот например у меня здесь карта открыта так как это у нас просто для ознакомительного то есть на карте показаны горы реки если у вас карта открыта то есть вот так все что вы можете увидеть но и обязательно показать где стоит ваш челнок чтобы про него не забыли то есть на верхней панели там есть у нас ориентир то есть допустим пойти мне на север или на юг и соответственно там отмечать ваша галочка в игре очень куча куча всякого 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 то есть чего вы можете делать это и строительство и выживание и охота крафты фермерства то есть но верность имеется ввиду здесь конечно же растеневодство больше животноводства пока есть в игре нету но наверное его когда-нибудь завезут надеемся вот так кстати выглядит обычный кислород это у нас называется оксид ведь это то чем вы раз таки и дышит на планете как я и говорил мы учиться не можем жить без кислорода кислород нам может кислород у нас показывается вот в этой части снизу в левом углу то есть там полоска сначала терм температура идет над ней полоска здоровья и получается сбоку от полоски с температурой где звездочки и огонек нарисован там у нас по 2 это кислород кислород нас краски вот в эту ячейку становится мы можем поменять сейчас ее наш персонаж будет потихонечку дышать то есть переправлять от кислород перерабатывать на потом у нас после кислорода идет еда это то что нам кушать например мы сейчас можем съесть ягодку и немножечко повысить себе еды причем мы получаем всякие эффекты одновременно можно получать до трех эффектов от еды именно но можно получать различные дополнительные эффекты от погоды от состояния здоровья и так далее то есть здесь будут все отображаться эффекты может быть их просто куча ну вот и вот здесь у нас конечно же есть вода воду тоже нужно пить но допустим если мы скушаем стак ягод мы пополним одновременно и пищу и воду но от фляга для воды как раз таки нам хватает один раз попить и больше нам пить не нужно будет мне кажется очень очень долгое время если нам крафтить такие вещи крафтится они как минимум в тир-2 ранг 2 но тут вот этот бордюк кислородная емкость они очень очень маленького объема то есть и воду вы запаритесь постоянно бегать искать если вам нужно просто там пробежаться куда то конечно можно но если для полноценного выжимания думал что чем лучше фляга обычную флягу вы сможете сделать не раньше т3 да если я не ошибаюсь ну-ка посуда огнетухислородный баллон тут а фляга ну и флягу тоже можно тут конечно же но для этого нужна сталь а сталь это очень долго то есть для выживания сталь сделать это тоже довольно таки проблема проблематичный процесс долги именно в плане сбора ресурсов то есть нужно потратить какое-то время в общем вот так вот такая вот игра животным мы здесь сталкиваться не будем это просто небольшой обзор то есть чтобы примерно понимали с чем вам придется столкнуться вот это вот такие вот оленята у нас разные олени при подходе от вас убегают то есть не получится его так просто убить забить скажем честно а вот хищные наоборот тянутся к вам хочется вас сажать поэтому на них как раз таки можно охотиться с ножом если вы только начинаете свое выживание то первую свою охоту проводите лучше с камня большинство хищных зверей если быть точнее то все кроме медведя не могут залезть даже на вот такие вот камешки на поверхность но некоторые могут допрыгнуть конечно камешки поэтому выбирайте с умом то есть вот на такой камушек допустим оксида залезут с легкостью то есть у вас просто покусают сбоку а вот на такой камень уже скорее всего навряд ли то есть встали если еще скрафтили лук сделали то вообще с лука стали расстреляли в игре присутствуют интересные механики такие как хочу я думаю ты всем знакомы да то есть при попадании в голову у вас срабатывает критический урон x 400 и урон и скрытности есть урон и скрытности то есть когда я на контроль приседаем у меня появляется полосочка скрытности то есть видим начал человек начинает приседе ходить то есть вот мы присели у нас скрытность вот урон и скрытность дает на x 2 с половиной при попадании в голову с положения сидя урон перемножается то есть там попала получается у нас 10 раз увеличится допустим если у вас урон со стрелы 50 вы стреляете с урона 500 довольно таки интересная механика то есть и классно работает поэтому если вы начали играть стрелять старайтесь именно из положения сидя сейчас у нас начались небольшие ливни но опять же как и говорю это у нас и безопасная зона поэтому ливни нам здесь особо ничего не сделаю а кстати получаем урон то есть если падаем куда-нибудь с высоты какой-нибудь спрыгиваем и так далее поэтому с этим тоже нужно быть аккуратным что еще добавить в общем все остальное думаю нужно смотреть в игре изучать пробовать ослаждаться игра просто великолепная еще один лайфхак когда вы сидите в приседе и допустим идете по какой-то горе где вы не можете получать спуститься если вот он встал застрял и не двигается дальше значит скорее всего вам нужно спрыгивать дальше когда вы лезете по высокой горе и там большой уступ чтоб с нее случайно не упасть лучше присесть так на ваш персонаж получается нарочно не упадет и не будет не разобьется нас на я неоднократно соскал падал тоже умирал разбивался нас так поэтому так лучше не рисковать ну и также высокие строения то есть в режиме весь режиме сидя на то есть режиме скрытности по факту он называется скрытность же режим меня вы скажем так игра вам не даст самоубийца то есть не даст упасть вашему персонажу конечно же напасть на хищников это не поможет отбиться я не от хищников они вас и так загрызут но откуда-то не шлепнуться только так но и плюс поможет при охоте и войне с животными с в общем это был краткий обзор небольшой на игрой как вообще заходите посмотрите поиграть похватить поначалу кажется что все будет довольно таки сложно но когда ты немножечко приноровился немножечко открыл того этого по заработал немножко немножко поближе к становится играть гораздо приятнее и легче начальных уровнях я с радостью выходил только на изи ну а сейчас можно смело на фактор режим совать то есть но и без хардкора уже не так интересно даже становится играть и да у тебя уже не большая часть открыта ты многое знаешь как-то так возможно видео много воды но старался как мог с вами как всегда был при за games спасибо вам огромное за ваши лайки подписки комментарии до скорой встречи